Радио «Вера» представляет Преподобная Макрина, сестра святителей Василия Великого и Григория Низского, родилась в начале IV века. Ее родиной была Каппадокия, область на территории современной Турции. Кроме Макрины, в семье было еще девять детей. Ее мать, Емилия, сама руководила воспитанием и образованием своей старшей дочери. Она учила ее грамоте по священным книгам и псалмам Давида. Когда Макрина выросла, родители обручили ее с благочестивым юношей, но жених вскоре скончался. Макрина не пожелала изменять памяти жениха и решила хранить целомудрие. Она осталась в доме родителей, следила за воспитанием и образованием младших братьев и сестер. После смерти отца она стала главной опорой для семьи. Со временем Макрина и ее мать Емилия приняли монашеский постриг. Макрина пользовалась глубоким уважением всех, кто знал ее. Строгость к себе и воздержание были присущи ей в течение всей жизни. По преданию, Макрина была удостоена дара чудотворения. Уже после кончины святой монахини ее обители рассказали брату Макрины, святителю Григорию Низкому, как она исцелила девочку. Праведница поцеловала глаза полуслепого ребенка, и девочка прозрела. Прославляя преподобную Макрину, церковь на ее примере показывает, как выбор служения семье и Господу оказывается радостным и спасительным для человека. Мы просим преподобную. Моли Бога о нас. Преподобный Дий родился в Антиохии Сирийской в конце IV века в благочестивой христианской семье. Он рано избрал путь постничества и молитвы. Однажды Дию было видение, в котором Господь повелел отправиться в Константинополь и там служить ему и людям. По преданию, Дий пришел в уединенное место, помолился и воткнул свой жезл в землю. Он попросил Господа дать жизнь сухому посоху, если спасителю угодно видеть Дии здесь. И посох дал корни, начал расти и со временем превратился в огромный дуб. Окрестные жители стали приходить к праведнику за советом и наставлением, просили исцеления от душевных и телесных болезней. Дий молитвой врачевал недуги, а все пожертвованное раздавал нищим, странникам и больным. Молва об отшельнике дошла до императора Феодосия-младшего. Он пришел к Дию за благословением вместе с патриархом константинопольским Аттиком. Император пожелал, чтобы на месте подвигов Дия был устроен монастырь. Святые церкви – наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни. Молитвенное обращение к ним – потребность всякого христианина. Мы вспоминаем преподобного Дия и просим его – моли Бога о нас. Преподобный Серафим Саровский в миру Прохора Машнин, великий подвижник церкви, родился в 1754 году. Еще в юности у него созрело решение всецело посвятить жизнь Богу. Он подвязался в Саровской пустыне. Однажды Прохор тяжко заболел. Ему было видение. Матерь Божия, святые апостолы Петр и Иоанн Богослов явились ему. Богородица, указав рукой на больного, сказала Иоанну – «Сей от рода нашего». Затем она исцелила послушника. Прохор принял постриг с именем Серафим. Он прославился особым даром глубокой внутренней молитвы. Известно немало примеров его кротости, любви ко всему живому и той великой радости, которой одаривал всех старец. Почти восемь лет он принимал приходящих к нему, наставлял, утешал, исцелял. Преподобный Серафим Саровский скончался в 1833 году. Через 70 лет, 1 августа 1903 года, состоялось торжественное обретение мощей святого и его прославления. В торжествах участвовала вся императорская семья. В Саров и Дивеево прибыли тысячи паломников. Христианский писатель, протеерей Валентин Свинцитский, назвал преподобного Серафима национальным русским святым. По его словам, ни в одном угоднике Божием так не воплотился дух нашего православия, как в образе убогого Серафима, молитвенника, постника, умиленного, всегда радостного, всех утешающего, всем прощающего, старца всея Руси. Прославляя преподобного Серафима, мы просим, моли Бога о нас. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Курской землей. Этот праздник был учрежден в 2003 году в память столетия со дня причисления к лику святых преподобного Серафима Саровского. День торжества был выбран не случайно. Это дата обретения мощей Саровского чудотворца. Но монашеская традиция Курского края гораздо старше. Она насчитывает тысячу лет. В Курске прошли молодые годы одного из основателей русского иночества, преподобного Феодосия Печерского. Здесь окрепла его система взглядов на монашескую жизнь как подражание евангельским идеалам. Наследником этой традиции стал преподобный Серафим Саровский. С Курским краем связана жизнь оптинских старцев, преподобных Макария и Исаакия. В сонме курских святых чтятся архипастыри этой земли, святитель Иоасаф, епископ Белгородский, священномученик Демиан, священномученик Ануфрий. В собор вошло множество новомучеников, не отрекшихся от своей веры в годы гонений на православие. Это священномученики Митрофан Вильгельмский, Матфей Вознесенский, Ипполит Красновский и другие. Церковь обращается к угодникам Божиим. Все святые в земле Курской просиявшие, молите Бога о нас. Святой и благоверный князь Роман Рязанский жил в XIII веке. Он был из тех, кто во времена Золотоордынского ига прославился как защитник христианской веры и Отечества. Оба деда Романа Рязанского пали за отчизну в битве с Батыем. Сам князь получил хорошее христианское воспитание. Его вера была деятельной. Роман Рязанский всеми силами заботился о подданных, защищал их от насилия и грабежей баскаков, ханских сборщиков налогов. Баскаки возненавидели князя и оклеветали его перед ханом. Романа вызвали в Орду. Хан объявил, что он должен выбрать одно из двух – или мученическую смерть, или отречься от Христа. Князь отвечал, что христианин не может изменить истинную веру на ложную. За свою твердость в исповедании веры его подвергли жестоким истязаниям и казнили. Почитание князя-мученика началось сразу же после его смерти. Летопись говорит о святом. «Купи себе страстью Царствие Небесное, и венец прият от руки Господней». По словам преподобного Симеона Нового Богослова, праведники и мученики образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. Прославляя благоверного князя-мученика, церковь просит. Святой Роман. Моли Бога о нас. Святой Роман. Святой Роман. Святой Роман. Святой Роман. Святой Роман. Святой Роман. Святой Роман.